давайте начинать я думаю все подключились то уже хотел кто хочет подключиться чуть позже соответственно меня зовут илья барняков и я являюсь специалистом по системам на этапа в компании эти global и сегодня хотели бы провести вебинар на тему которая называется антикризисные решения почему так назвали потому что где-то во второй части нашего вебинара хотелось бы поговорить о новой олл флеш хранилки вот на этап c 190 про экономику и производительность в сравнении с гибридными гибридными хранилками с обычными хтд соответственно перед этим мы пробежимся по портфолио на этапа какие есть линейки для чего они подходят и соответственно поговорим про их архитектурные особенности давайте перейдем к следующему слайду и здесь все достаточно прозорично нельзя начать презентацию без такого слайда что же за компания на тап такая можно ли доверять соответственно видим многими нелюбимый квадранта гарднера и видим что соответственно он является лидером в primary storage на 12 2019 год что входит в primary storage теперь для гарднера это все системы как гибридные так и олл флеш раньше было разделение были разные картинки теперь это единая картинка также для того чтобы подкрепить веру на этап да можно оперировать такой цифрой что это подгрузил на январе 20 года почти 6 петабайт flash накопителей то есть это достаточно огромная сумма цифра точнее вот и надеюсь это вам как-то вселяет уверенность вот не будем долго останавливаться и соответственно слайда сегодня много поэтому постараемся не затягивать вот рассказать все быстренько и перейти к самой важной части про сравнение экономической составляющей решений на c190 соответственно портфолио на этап классически представлена из трех линеек это е е в серии фас серия олл флэш или на этап hci а вот что соответственно сегодня мы будем говорить про первые две в основном про hci это гипер гипер конвергентное решение модно и популярное снова нынче соответственно про него у нас есть видео на youtube-канале также там делали настройку анбоксинг его краш-тест всем кому интересно можете посмотреть его у нас в канале соответственно есть еще четвертая линейка это storage grid это объектное хранение когда вам необходимо построить от нескольких сотен петабайт распределенное географических хранилища с и протоколом s3 да то есть кому надо тот наверно все понял перейдем соответственно к первой линейке это есть серия схода можно описать двумя предложениями это максимальная производительность на специальных задачах и соответственно приятная стоимость владения что подразумевается под исходя специального назначения она показывает очень хорошие цифры если мы размещаем на ней одну определенную нагрузку то есть не миксуем на ней там 100 разных нагрузок кладем какую-то определенную задачу и с ней и серия будет справиться наиболее эффективно из таких задач это бэкапы есть много референсных архитектур с популярными производителями софта и зерна копирования здесь мы видим картинки comworld верита свим есть и другие соответственно это видеонаблюдение здесь мы говорим про то что например и серия является стратегическим партнером в реализации проектов по видеонаблюдения от компании bosch высокопроизводительное вычисление соответственно аналитика и база данных если первые два первые две нагрузки это в основном емкие нальсас диски до медленные то для авто 2 2 задач следующих часто используются флэшовые накопители и эта серия еф вот для ускорения исключительно например сквельная база данных гибридная линейка представлена двумя моделями это е50 57 2 0 и е 28 0 разница очевидно в мощности контроллеров и из-за этого вытекает все остальное масштабируемость то есть первое поддерживать 480 дисков 2 180 различные интерфейсы подключения доступны до первое е50 7 до 0 поддерживает кроме стандартных и висказе также инфини-брэнд инфи нвм е оверфабрик соответственно на чтение она может достигать контроллер обрабатывает нагрузку до 21 гигабайта в секунду что достаточно колоссальная нагрузка должна быть вот про е 2800 можно сказать о том что это достаточно начального уровня системы но она подразумевает очень приятную стоимость да если мы сравниваем какой-нибудь инфа тренд например с нельсас дисками то и серия здесь стоит очень близко по стоимости при этом дает несомненный плюс надежности гарантии то есть next business day вам будет приезжать все высшие строй компоненты соответственно по умолчанию каждый контроллер обычно идет с карточками заказчики выбирают 10 гигабит исказе либо 16 гигабит файбер channel адаптер универсальный то есть трансивер как будет работа трансивер определяется софтом то есть попарно можно оставить пару файбер channel пару исказе например также доступны карточки по с 32 гигабитами файбер channel и или 25 гигабит искать здесь уже они не универсальные а вы должны определиться заранее и серии имеет модульный дизайн построена на архитектуре 12 гигабит сас соответственно есть три вида полок дисковых на 60 дисков любой любого типа размера два с половиной или три с половиной дюйма двухъюнитовые полки по 24 двух с половиной дюймовых и 12 на три с половиной цеснас в полку 12 на три с половиной дюйма можно установить также ssd вот но нельзя установить обычный сас 10000 оборотов в секунду контроллер устанавливается сзади в эти полки и соответственно у вас уже получается готовая система если мы не расширяем ее дополнительно полками да то есть на примере d460 c сзади устанавливаем два контроллера например 28 серии и получаем е2860 на данный момент получается что в 4 юнита мы можем упаковать 500 терабайт полезного уже пространство и ближайшие в будущем появятся диски и 16 терабайт и мы сможем тут организовать где-то 700 терабайт полезного пространства на 4 юнита то есть цифры достаточно большие но зато все очень плотно с точки зрения функциональности тут все тоже все просто все лицензии сразу активированы не надо что-то выбирать даже сделать этого нельзя основной момент здесь кроме стандартных рейд-групп 5 6 10 у нас есть так называемый динамик диск пулы каждый эти пола позволяет объединить принципе весь все диски которые у нас есть в системе для того чтобы получить быстрое время восстановления то есть каждый диск будет разбить на дольки по 512 мегабайт и уже на базе этих долек будет собран рейд-6 конфигурации 8 дейта плюс два парите соответственно hotspair то есть горячий резерв также будет размазан по всему полу есть не будет выделен дисков будет просто зарезервировано место также такими кусочками по всему полу соответственно здесь мы говорим о том что если бы у нас был просто рейд-6 то время установления там для 8 терабайтного диска это было быть часы почти дни соответственно почти точнее дни вот почти чуть больше дня если мы говорим про ddp то это уже часы 2 2 функциональность это ssd кэш на чтение здесь он достаточно простой используют сейчас уже достаточно редко но очевидно что это просто ускорение доступа горячим данным то есть здесь мы говорим о том что до пяти терабайт кешаток может быть на систему вот достаточно большая цифра но обычно покупается либо олл флэш уже либо исключительно на механических дисках системы снэпшоты и волюм копии это соответственно у нас копия он райт снэпшоты то есть они у нас влияет на производительность если мы делаем их там 5 10 и далее то у нас начинает деградация производительности то есть данные снэпшоты можно использовать для какого-то кратковременного как кратковременную точку восстановления то есть там перед каким-то обновлением например или какой-то работой над базой данных вы можете сделать снэпшот провести работы и удалить этот снэпшот встроена также enterprise репликация то есть можно выбрать синхронную по синхронную и асинхронную доступна она как соответственно по файбер ченнел или по и пи и все это управляется с антриси систем менеджером встроенный веб-интерфейс из коробки никаких не надо ставить java там программ себе на компьютер страдать с этим все очень понятно то есть если вы никогда не сталкивались с системами такого класса или вообще у вас это первое например сходе то вы без мануала скорее всего сможете все просто протыкать настроить интуитивный интерфейс также для серии доступен функционал авто суппорта то есть вы можете включить если политики безопасности вам позволяют отправку и создание отправку телеметрии в нато и создание автоматических кейсов там более 50 триггеров существует для того чтобы создать какой-то кейс поддержки не трогаем вас соответственно например вышел диск остался кейс он приехал вы может быть даже не заметите это на самом деле такое бывает так включаемся дальше большая проблемка данная простота то есть невозможность какого-то какой-то сложной обработки данных соответственно данные от сервера до накопителей проходят по очень короткому пути и эту простоту мы наблюдаем максимально в серии когда получаем лейтенси отклик системы для например и f600 в районе меньше 100 мс то есть 0,1 мс и менее соответственно здесь мы видим где серии что есть три линейки n straighten n vme e f6 то есть мы можем по 100 гигабитному интерфейс у nvme overfs over sie over infini band over rocque или 30 гигагита byeйоги со всеми подключать системы и у нас будет максимально низкая лейтенция. Соответственно, мы видим, что на рандомном чтении, то есть блоком 4К, достаточно маркетинговые цифры, но все же 2 миллиона EOPs мы можем получить, то есть контроллер достаточно мощный, но есть небольшое ограничение, это поддержка всего 24 накопителей NVMe, то есть никакие полки для данной системы не предусмотрены. EF570 и EF280 построены на базе аппаратных платформ таких же, как E5700 и E2800, соответственно, также отличаются расширяемостью, и на EF280 сейчас есть промо, доступная достаточно производительность по цене для каких-то небольших задач, то есть если у вас небольшая база, например, какая-нибудь, и она является важной для вашей организации, то можно посмотреть такие предложения, то есть перенести только базу, например, на 5-7 терабайт, на EF, а все остальное оставить на том, что у вас сейчас есть, например, какой-то гибридный сторидж. Как раз здесь... Да, все, спасибо, что отвечаете, возвращаемся к слайду, который сейчас представлен на картинке. Здесь хотелось бы показать о том, что, возможно, как раз интеграция EF-серии и, например, FAS-серии, либо какого-то другого хранилища гибридного, не All-Flash, для того, чтобы ускорять, получить максимальную гибкость в работе. Здесь сценарий про использование SQL-а на All-Ais-On-Evailability группах. Соответственно, EF-серию, собираем RAID-10, получаем максимальную производительность, которая вообще доступна, за достаточно вменяемые деньги для рынка. И берем гибридное хранилище, в нашем случае FAS, и на нем можем развернуть какую-нибудь среду разработки, дополнительно с средствами FlexClone, например, делать несколько инстансов для девелоперов. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже, когда перейдем к FAS-серии, там будут слайды про это. Здесь уже как раз переходим к FAS-серии, к флагманской истории для NetApp. В 1992 году, 28 лет назад, NetApp показал первый свой Storage. Если мы посмотрим, то в этом же году, в этом же Storage уже были реализованы снапшоты, то есть те снапшоты, которыми он знаменит, которые не влияют на производительность, то есть их можно использовать в качестве локального бэкапа, точек восстановления в большом количестве, не особо задумываясь об их удалении, только с точки зрения места можно об этом задумываться. что еще бросается в глаза в этом слайде, что, например, в 2007 году была доступна уже первая дедупликация, хотя контроллеры были достаточно слабые на тот момент, то есть рекомендовалось включать дедупликацию по ночам, когда нет особой нагрузки, но это был 2007 год, некоторые конкуренты наши сделали, добавили у себя это только в 2016 году, то есть по факту через 10 лет, хотя вроде казалось бы ничего такого сложного здесь нет. Чтобы долго не заострять внимание на том слайде, перейдем сразу к портфолио, а по доступному функционалу пробежимся дальше по слайдам. Здесь представлены системы гибридного, гибридные системы, которые называются метап фаз, младшая серия 2750-2720, аппаратно на одних и тех же процессорах, один и тот же объем памяти, и соответственно дальше по мерям роста, мидренч это у нас 8200 и новая 8300 и хайент 8700-9000, соответственно очевидным образом они различаются как по стоимости, так и по производительности, то есть 9000 это 72 ядра по 2,3 гигагерца и терабайт памяти на систему и там поддержка огромного количества полок, 20 полок можно легко подключить к этой системе, 2750 например 2720 поддерживает до 144 дисков, то есть по факту можно установить 24 или 12 накопителей в голову, где два контроллера уже стоят и подключить еще 5 полок. портфолио AllFlash систем примерно подходит по сопоставимому слово подобрал с фаз-серии с точки зрения аппаратных платформ но здесь есть как раз ТАЦ 190 про которым поговорим чуть позже это новый entry level storage AllFlash который немножко ограничен с точки зрения процессоров относительно A220 но так как он ограничен и с точки зрения расширения то здесь с точки зрения производительности нету к нему вопросов соответственно C190 A220 A300 и новая A400 и так до A800 что еще интересно на этом слайде это кружочки синие и красные начиная с A300 давайте на примере нее разберем мы можем использовать для доступа для подключения хостов протокол NGME over FC то есть на бэкэнде полки у нас будут диски обычные сасовые но на фронтэнде для подключения хостов мы можем использовать уже протокол NGME over FC соответственно только софтовые изменения позволяют нам получить прирост производительности соответственно красный кружочек говорит о том что на этапы вышли системы полностью NGME когда мы можем подключать уже на бэкэнде иметь NGME накопители здесь доступны наверное единственные пока среди конкурентов NGME полки то есть это подключается 100 гигабитным интерфейсом к контроллеру и соответственно мы имеем драматическое слово очень громкое драматическое ускорение производительности и снижение лейтенси соответственно начиная с мидранжа нам доступны все эти вещи с 300 но по очевидным причинам в младших сериях этого нет соответственно так как для флеша это основным узким местом с точки зрения производительности является контроллер и здесь контроллеры не настолько мощные чтобы вы замечали действительно какую-то значимую разницу чтобы вкладывать деньги чем еще знаменит NetApp своей манифицированной архитектурой то есть на базе контроллеров которые мы выше перечислили FAS и IFF мы можем предоставить доступ к серверам по всем SAN и NAS протоколам будь то это FC ISCASE сейчас уже NVMe over Fabric и файловые протоколы такие как CYS и NFS то есть NFS работает настолько стабильно что наверное не так много вендоров для которых можно построить именно в продакшене виртуальную инфраструктуру на базе VMware и в качестве дата-стора отдать NFS шару то есть действительно большие имплементации доступны только наверное у NetApp здесь мы говорим не о просто запуске каких-то дополнительных виртуальных машин или контейнеров как многие делают на базе контроллеров чтобы получить и такой и такой доступ здесь это монолитная система которая уже более 30 лет почти 30 лет уже создается на базе FreeBSD допиливать и предоставляет доступ без каких-то дополнительных накладных расходов как по NFS так и например NFS с выходом OnTapa 9.7 то есть просто софтовое изменение апгрейд который доступен в принципе на всех современных системах вам позволяет еще на Тап предоставлять доступ по S3 по объектному доступ к объектам видно в виде это паблик превью реализованы сейчас то есть есть небольшие ограничения с точки зрения работы с ним то есть нет глубокой интеграции с GUI нет поддержки SnapMirror репликации но для какого-то пула заказчиков возможно и для вас это тот необходимый минимум который вам нужен для реализации каких-то может быть новых веб-приложений которые требуются для своей разработки S3 удобно использовать для разработки протокола S3 также на этом слайде хотелось бы отметить справа здесь нарисовано это OnTapSelect что мы можем развернуть на каком-нибудь офисе удаленном где есть несколько серверов на базе V-Sphere на базе VMW например SDS решение OnTapSelect и настроить репликацию в центральную площадку где у нас какой-то кластер уже аппаратных платформ IFF или FAS вообще надо было это здесь на самом деле рассказывать немножко поторопился на этом слайде также хотелось бы отметить что OnTap позволяет расширяться как горизонтально так и вертикально вертикальное масштабирование это добавление дисковых полок к каждому каждой паре контроллеров то есть имеем IFF 400 добавляем еще дисковую полку увеличиваем таким образом объем но к сожалению не увеличиваем производительность так как одной полке флешат в принципе достаточно чтобы утилизировать контроллеры в 100% и для этого случая когда мы упираемся в производительность можно расширяться горизонтально добавлять контроллерные пары объединяя систему в единый кластер под единым управлением как единой сущностью через кластерные коммутаторы и мы можем например объединить гибридную FAS серию с AllFlash и мигрировать нагрузку по мере необходимости между системами через кластерный интерконнект то есть например сейчас у нас идет мы знаем что 1С будет потреблять много дисковых ресурсов мы мигрируем нагрузку с FAS серии например на AllFlash а потом знаем что нагрузка будет минимальна в какой-то промежуток и мигрируем обратно ну как сценарий что хотелось бы еще отметить важного для использования флеша в гибридных системах почему они называются гибридными не просто механическими системами это то что во всех FAS сериях актуальных начиная с 2650 прошлой и сейчас это 2750 минимальная установлен уже флеш кэш NVMe SSD накрепитель в контроллер в качестве кэша первого уровня для ускорения операции случайного чтения то есть очевидно что если ваша нагрузка имеет преоблад точнее вашей нагрузки преобладает чтение случайное то этот модуль флеш кэша очень хорошо отработает вот не требует никаких лицензий работает из коробки сложность настройки никак не увеличивает примерно так то есть мы можем дальше если работать по принципу first in first out то есть никаких горячих карт там карты горячих блоков не составляется то есть попал блок и соответственно потом вытесняется по именно по времени соответственно мы можем также вместе с флеш кэшом использовать технологию флешпул возможно знакомую кому-то это кэширование на базе ssd уже накопителей и там как раз у нас появляется карта горячих блоков и хранятся только горячие данные на ssd накопителях дальше хотелось бы показать вам какие базовые вещи реализованы в onTab в операционной системе на системах wholeflash фас и просто фас и самое стартовое о чем хотелось бы поговорить это RAID технологии здесь проприетарные то есть не стандартные RAID 5 10 так как например RAID 10 выбираем в обычных системах для получения максимальной производительности но теряем двойной объем пространства то есть нам надо копию данных хранить просто для того чтобы обеспечивать отказоустойчивость либо мы выбираем RAID 6 получаем больше полезного пространства но теряем очень много на запись то есть операции записи будут медленными он так пытается нивелировать это и предлагает нам использовать единый тип один тип RAID в принципе мы сейчас говорим только о RAID теке то есть RAID 4 уже практически не используется так как защищает только от выхода одного накопителя то есть не особо enterprise уровень соответственно почему нитап позволяет нам получить высокую продлительность потому что у него нет перезаписей то есть нитап работает по принципу записи всегда вперед свободное место формируются полные страйпы и пишутся в заранее выделенные области на каждом диске полные страйпы соответственно есть вариант выбора RAID 4 это горизонтальная отчетность считается и записывается на один выделенный диск горизонтальная отчетность RAID DP позволяет нам защититься от выхода двух дисков из строя или одной например некорректируемой ошибки носителя и выхода одного диска из строя соответственно к горизонтальной отчетности добавляется еще и диагональная RAID Text добавляется третий диск отчетности антидиагональная отчетность и соответственно позволяет нам защититься от выхода трех дисков разница по производительности между RAID DP и RAID Tech практически нулевая то есть здесь волноваться не о чем только выбираем в зависимости от необходимой отказоустойчивости для чего вообще был придуман RAID Tech RAID Tech был придуман для емких дисков размером более 6 терабайт для того чтобы не получить проблем когда выходит один диск например SATA из строя у нас начинается перестроение пока работает гарантия едет диск по замене выходит еще один диск еще один диск случайным образом выходит и мы теряем данные так как восстановление на емких дисках происходит медленно на NSAS дисках то используют RAID Tech для этих дисков как рекомендация от этапа можно перестраивать RAID DP и RAID Tech на ходу между собой главное чтобы у нас было достаточно свободного места можно в ту и в обратную сторону это делать соответственно дальше хотелось бы поговорить о таких вещах как Storage Efficiency и о том какой пул технологий реализован в NetApp давно было реализовано для FAS серии как фоновый процесс дедупликация и компрессия дедупликация соответственно мы не храним одни и те же блоки данных как таковые то есть храним один блок и метаданные ссылки на него для каждого соответственно такого блока вторичная компрессия это у нас она работает также в фоне можно запускать дополнительно не обязательно вместе с дедупликацией либо можно ее наоборот запускать либо просто дедупликацию либо дедупликацию и вторичную компрессию здесь группы по 32 килобайта группы сжатия и соответственно можем получить достаточно большую экономию пространства когда появился онтап 9 и новые оптимизации именно для вошелых накопителей появились такие операции как инлайн зеро блок дедупликации то есть мы не пишем нули то есть мы их определяем на самом старте и не записываем на накопителе записываем только метаданные по факту на эти нулевые блоки дальше у нас данные проходит адаптивную компрессию здесь группы сжатия по 8 килобайт и начиная с 9.5 мы в любом случае сжимаем эти группы нанеизвестимости от результаты и дальше передаем их на распоряжение дедупликации здесь мы говорим про инлайн дедупликацию не так немножко как у всех остальных лендеров это реализовано здесь мы говорим о сравнении блоков которые есть в памяти контроллера соответственно влияние на в моменте на производительность минимальное всех этих инлайн операций поэтому использовать их можно они поэтому включены по умолчанию использовать их рекомендуется каких-то в принципе особых ограничений по ним нету дальше после дедупликации мы переходим к компакшену то есть если у нас получились блоки размером 1 килобайт 2 килобайта то мы их можем упаковать вместе в один 4 килобайтный блок и записать на этап уже 4 килобайтный блок нативный так перейдем дальше слайды немножко почему-то не переключается секунду ошибка переключения слайда вот получилось переключить как уже ранее говорил этап в 92 году вышел уже со своими снапшотами то есть это снимок файловой системы в определенный момент времени мы их можем использовать для каких-то задач локального бэкапа но также можем их использовать для в принципе все технологии у них реализованы на базе снапшотов так или иначе можем использовать для клонирования соответственно здесь показан кейс когда у нас есть продуктовая база данных размером 5 терабайт и если бы у нас не было такой технологии как flexclone для предоставления копий баз для девелопмента и тестировщиков нам бы пришлось сделать 3 полные копии и мы бы получили порядка 20 терабайт то есть были бы полные копии данных было бы достаточно медленно нам пришлось бы это все копировать с flexclone мы делаем временные мгновенные и сразу доступные на запись копии данных и храним только изменения этих данных соответственно если бы у нас например представить изменения занимает по терабайту на каждой на каждую базу для дева и теста то мы бы занимали на хранилке всего 8 терабайт а не 20 как видно выше но если у вас много изменений то тут надо подходить очень аккуратно если много изменений производят ваши тестировщики то выгода может быть не очень большая соответственно тут надо смотреть но как минимум flexclone повышает удобство для развертывания таких тестовых сред то есть можно прямо некое окружение настроить и клонировать если есть какие-то кейсы такие для вас актуальные то обращайтесь мы поможем на базе снапшотов также у нас реализована репликация есть как синхронная так и асинхронная работает только по IP то есть по FC у нас ее нету для синхронной репликации есть ограничение в RTT меньше 10 миллисекунд для асинхронной таких лимитов нету то есть если для вас приемлемая репликация в рамках каждые 5 минут или каждый час или еще реже то асинхронный снапмиров для вас это идеальное решение поддерживается как репликация между FAS серии так и FF то есть без разницы можно с FF на FAS реплицировать можно также и использовать SDS решение такое как Tab Select для каких-то как уже ранее говорил филиальных офисов достаточно простое управление через GUI никаких дополнительных инструментов использовать не требуется репликация знает о том как данные с дедуплицированы скомпрессированы и передачей их на второй этап не происходит разжатие раз дедупликации как у многих вендоров конкурентов соответственно максимально эффективно передаем и экономим полосу пропускания для таких линков между площадками выше мы говорили всегда про снапшоты которые делаются в рамках SHD но никак не коррелируются с состоянием операционной системы например состояние базы данных на этот момент времени и у нетапа для интеграции с различными приложениями есть специальный ПО нетап снапцентр разворачивается оно отдельно отдельный апплиенс центр сервер так он называется устанавливаются плагины на хосты и мы можем делать application consistent снапшоты для таких приложений как Exchange и Square Server Oracle сабхана без установки на самом деле снапцентра а только плагина можно получить возможность делать через клиентов сферы backup отдельной виртуальной машины то есть аппаратный снапшот отдельной виртуальной машины можно сделать прямо из консоли не из консоли а из веб-клиента веб-морды официально надапом поддерживается вот видно на слайде 6 приложений и сообществом также надаповским достаточно давно поддерживается еще большее количество приложений таких как MongoDB MySQL вы можете также для своего приложения написать также можете написать свой плагин через надкриэйтор ничего здесь такого нет вернемся к прошлому слайду немножко есть вопрос по поводу синхронной репликации между разными моделями хороший вопрос на самом деле синхронная репликация просто появилась не так давно и соответственно если у вас поддерживается антаб 9.7 то на вашей системе то в принципе никаких здесь ограничений по моделям у вас нет надо просто понимать о том что есть еще два варианта синхронной репликации когда мы ждем подтверждения обязательно от записи на второй сторож и тут очень важный отклик всех компонент на прохождение трафика так и есть второй вариант когда мы стараемся писать это в синхронном режиме но если это не получается то мы не блокируем запись запись на основной сторож вот такой комментарий если что-то есть более подробное какой-то кейс у вас то потом в конце будет форма для продолжения дискуссий мы можем продолжить там отдельно последнее что хотелось бы сказать с точки зрения софтовых каких-то фич нетапа это нетап флис группы гипермасштабируемые высокопродавительные контейнеры данных как написано на слайде что это такое мы можем сделать одну по факту если простым языком одну большую например NFS NFX NFS или CIFS шару размером до 20 петабайт и которая будет хранить у нас 400 миллиардов файлов например зачем это вообще нужно то есть если мы берем стандартный этап то размер NFS шары обычной шары любой ограничен 100 терабайт если у вас есть такая потребность чтобы эта шара была больше например вы внедряете какое-то систему управления видеоконтентом например для геолога разведки есть приложение которое требует больших объемов в единой шаре то фликсгруппы вам в этом помогут настраивается достаточно все очень просто через тот же гуй который присутствует для всех остальных и настолько всего остального в этапе никаких отдельных тулзов нету здесь мы можем расширяться горизонтально соответственно с этим увеличивается и производительность то есть если мы делаем кластер например из 12 систем это максимальный размер такого кластера из 12 ячей пар то данные размазываются равномерно по всем нодам и мы увеличиваем с точки зрения сетовой производительности добавление полок добавление контрольных пар никак не влияет на работу в моменте соответственно настолько стабильно работает что есть поддержка размещения HyperEe на flex группах и на самом деле работает это также и для ВМВ только пока не поддерживается официально то есть в ближайшем обозримом будущем это будет заявлено ну и соответственно самые важные вопросы как же всем этим воспользоваться всеми этими радостями которые предоставляет NetApp есть два варианта лицензирования это BaseSoft и PremiumSoft в BaseSoft как мы видим входят все протоколы доступа абсолютно никак они теперь не лицензируются когда-то давно если вы покупали NetApp то там отдельно для каждого протокола покупалась отдельная лицензия сейчас все вместе технологии эффективности такие как в принципе все технологии эффективности дедупликации компрессии компакшен финпровижн никак не лицензируются есть из коробки так же как и все драйвера мультипасс работают и никак отдельно не лицензируются защита данных здесь подразумевается RateTech RateDP Rate4 также как таковые снапшоты возможно создание этих снапшотов также не стоит никаких денег quality of service например для AllFlash здесь мы можем выставить некий минимум гарантированную производительность для определенного например луна то есть есть у нас какая-то база для которой у нас не может опускаться производительность ниже определенных цифр мы выставляем можем выставить это в системе и это будет все отрабатывать так же и флексгруппа никак не лицензируется премиум софт у нас входит все дополнительные интеграции это снапрестор то есть чтобы можно было откатиться на снапшот то есть если мы делаем снапшот луна то чтобы откатиться на состояние которое было в прошлом то нам необходим снапрестор если мы хотим делать клоны то мы покупаем флексклон репликация это снапмиррор и для интеграции с приложениями это снапцентр соответственно купить отдельно сейчас нельзя купается это все единым паком доходит сейчас до того что уже в новых системах флексклон будет по умолчанию включен в базовый софт и никак не будет лицензироваться то есть необходимо будет только если вам необходима репликация и интеграция с приложения покупать дополнительную премиум софт но это в новых 8300 и A400 у многих возникает вопрос как же это все управляется то есть когда-то раньше это возможно было не реализовано не самым красивым способом то есть все это работало всегда и было все хорошо но с точки зрения визуализации у заказчиков заказчикам хотелось большего всегда и соответственно в онтап систем менеджеры 9.7 сделали наверное по последним тенденциям все в плиточках дашбордах можно посмотреть на свою топологию сети что происходит с капасити какие системы у вас есть какие есть риски для этих систем можно также посмотреть статистику по производительности здесь на слайде конечно все с нулевыми циферками показано но если это был скрин боевой системы то там были бы графики для каждого типа для лейтенси для иопсов второй немаловажный момент который есть у NetApp это ActiveIQ то есть сейчас скажу более подробно об этом каждая система будь то это онтап E-серия или HCI Storage Grid может отдавать телеметрию так называемую NetApp AutoSupport на сторону NetApp в облако и если вам позволяет это политики безопасности то вы это настраиваете и забываете по факту многие забывают заказчики но если зайти все это передается в облако в улучшенную платформу ActiveIQ Intelligence она производит определенное исследование на базе статистики всех систем которые есть у нее и предлагают вам определенные идеи и предписания которые вы можете увидеть в бесплатном веб-портале ActiveIQ то есть если вы зайдете на myautosupport.netapp.com перейдете там в ActiveIQ то вы увидите все свои системы какие риски есть для этих систем какие есть например кандидаты для перемещения с обычных HDD на SSD когда для каких систем закончится поддержка в ближайшие 6 месяцев и тому подобные вещи то есть это бесплатно еще раз повторяю можно это смотреть и также через мобильное приложение для Android и для iOS если это кому-то важно второй момент где это можно увидеть все это Cloud Insights это отдельный инструмент отдельный портал SaaS решения и выглядит оно следующим образом сейчас переключусь это ошибка с переключением к сожалению вот получилось это SaaS решение и в первую очередь оно нацелено для мониторинга и контроля за инфраструктурой не только староджовой но и серверной и fc коммутаторов то есть мы здесь можем порядка 100 различных коллекторов настроить для разных операционных систем для разных сервисов в том числе и для гиперскейлеров таких как Amazon Azure Google и соответственно мониторить утилизацию различных параметров таких ТПУ место по сети вот и что важно для NetApp для пользователя это бесплатно для мониторинга именно SHD то есть хранится здесь 7-дневная статистика и это все бесплатно можно посмотреть тоже в таком виде если мы хотим объединить еще это все с различными другими сервисами то это конечно же стоит денег но показывает полную картину и позволяет как-то соптимизировать все это продается по подписке за определенные менеджмент юниты они считаются достаточно по-разному для зависимости от сервиса если это интересно то вы обращайтесь мы можем посчитать переходим к самому вкусному к слайдам про программу гарантированной эффективности для современных all-flash систем и будем как раз дальше говорить про C190 и как же бьется экономика использования all-flash накопителей и гибридных систем соответственно в наверное в прошлом году или в конце этого года было обновление этой программы программы гарантированной эффективности и теперь у нас для заказчиков гарантируется эффективная емкость по типу нагрузки к коэффициенте 3 к 1 и 4 к 1 если мы используем VWALL это относится ко всем современным IFF системам и также к HCI то есть гиперконлегентной системе тоже 3 к 1 мы там увидим важный момент что здесь мы не считаем эти 3 к 1 без использования снапшотов клонов финпровиженинга то есть здесь достаточно честное 3 к 1 надо внимательно смотреть программы других рендеров потому что есть много подводных камней с этой точки зрения когда программу например кладут еще и снапшоты очевидно что если сделать очень много снапшотов клонов мы получим большие цифры по коэффициентам 10 к 1 можно легко нарисовать но это не будет вам никак помогать соответственно все онлайн операции по компрессии сжатия включены по дефолту для всех IFF систем и здесь хотелось бы привести пример определенный чтобы было понятно как это работает например вы купили A324 по 3.8 терабайта ssd по факту после всех рейдов hotspare системных резервов вы получаете порядка 65 терабайт полезной емкости и например у вас есть 20 терабайт исключений как таковых которые написаны вот на слайде какие-то сжатые уже заранее файлы зашифрованные данные или видео и 45 обычных данных то есть это какие-то 1с базы виртуализация VDI что угодно что не входит в эти исключения таким образом вы эти 45 терабайт логические превратятся в 15 терабайт физической емкости если этого не произойдет то есть вы купили систему все приехало вы смыгрировали туда со своего текущего сторожа или просто развернули все с нуля и у вас есть 180 дней чтобы обратиться в нетап и сказать что по программе 3 к 1 у вас не выполняется этот коэффициент и в таком случае нетап вам доставит недостающий количество дисков чтобы у вас например как в нашем примере 45 терабайт поместить коэффициентом 3 чтобы 3 к 1 у нас выполнилось что еще хочется здесь сказать что в принципе это никак не влияет на ценообразование то есть если вы хотите этим воспользоваться то вы просто об этом говорите и все возможно когда вы обратитесь в нетап по гарантии по этой гарантии вам потребуется либо предоставить данные с помощью определенных инструментов которые вам предоставят нетап либо нетап будет смотреть на Active IQ через автосуппорт перейдем к C190 времени на самом деле у нас уже достаточно мало остается попытаемся немножко ускориться этап выпустил в начале в конце прошлого года и доступна с начала этого года C190 новая All-Flash хранилка на базе аппаратной базе FFA220 но она является фиксированной конфигурацией то есть вы можете расширять ее максимум до 24 дисков и покупается она в составе 8, 12, 18 или 24 диска сразу то есть дополнительно полки к ней подключать нельзя придите вопросы по программе эффективности 3 к 1 для нее если вы купили 24 диска по 960 и 3 к 1 у вас не работает то это единственное исключение когда NetApp сможет подключить дисковую полку к этой системе вот сервисная служба отработает и подключит эту систему она будет эту полку дополнительно она будет замаплена за серийными номерами этой системы и все будет в принципе хорошо работать нам доступно для каждого контроллера по 4 универсальных интерфейса в зависимости от того что вы поставите из трансиверов то есть вы можете поставить пару 16 гигабитных трансиверов и пару 10 гигабитного Ethernet например для файлового доступа по процессорам соответственно система на примерно на 30% менее произведительная чем A220 о более подробном сравнении с A220 будет слайд в самом конце чуть позже с точки зрения памяти система ничем не отличается от A220 или даже от A200 то есть она кстати сама C190 очень похожа на прошлую модель от A200 в принципе по произведительности она очень близка и перейдем соответственно к самому вкусному это сравнение с сравнение стоимости SSD и HDD на базе на примере FAS2750 когда мы берем 24 диска по 1.2 терабайта 10 тысяч оборотов в минуту и C190 24 по 960 забыл отметить что C190 поставляется сразу с премиум софтом то есть варианта Base нету вот поэтому для 2720 мы рассматриваем два варианта чтобы полную картину вам предоставить а видим что usable это полезное пространство после всех RAIDP одной хоспары и системных резервов мы получим 20 терабайт на 2750 и 16 терабайт на C190 возьмем за стоимость за единичку стоимости FAS2750 в Base софте и соответственно видим что стоимость системы на флэшовой будет в 1,7 раза примерно дороже ну что очевидно соответственно пересчитаем стоимость плохо переключаются слайды к сожалению прошу за это прощение если вы наблюдаете стоимость usable терабайта пересчитаем и видим что также почти в два раза стоимость usable у нас увеличивается но теперь перейдем к самому интересному когда мы применяем гарантию 3 к 1 и смотрим на стоимость эффективного терабайта то здесь мы видим что C190 выигрывает даже гибридную FAS2750 в базовом софте то есть она становится дешевле если мы перефразируем то стоимость эффективного терабайта на C190 в 1,4 раза дешевле чем на 2750 и с базовым софтом и на 1,8 по-моему раза дешевле чем с премиум софтом то есть разница очевидна по стоимости теперь хотелось бы поговорить про производительность то есть очевидно что флэш должен как-то по-другому работать нежели гибридные SASS хранилки и здесь небольшой произведен сайзинг но по нагрузке выбрано рендом редрайт 70 на 30 и блок 8К соответственно кэш хит здесь мы говорим о кэше именно о флэш кэше о том VND накопителе который установлен в каждый контроллер фаст серии кэш мисс это уже про преобращение к напрямую дискам производительность на сравнении складывается из двух показателей это лейтенси и опсы для рендом нагрузки мы видим что нагрузка для 2750 производительность по прошу прощения лейтенси для 2750 будет прыгать и гарантировать мы ничего не можем то есть если попадает блок в каждое читается например из него то мы легко одну миллисекунду получаем никаких проблем нет даже меньше но как только происходит чтение с диска то лейтенси в зависимости от нагрузки на всю дисковую подсистему будет плавать и может достигать неприличных 13 миллисекунд для C-190 с включенными технологиями эффективного хранения скорее всего в жизни вы никогда не видите более полутора миллисекунд в какой-то штатной работе полторы полторы миллисекунд достаточно пессимистичный прогноз все в районе одной миллисекунды будет крутиться полторы это небольшие всплески если базироваться на каком-то реальном опыте использования аналогичных А200 в нашей инфраструктуре опять проблема со слайдом не получается переключиться вот получилось с точки зрения производительности которые мы меряем в EOPS то есть в количестве операций ввода вывода за секунду времени здесь тоже все достаточно по-разному может быть в зависимости от того какой у нас working set то есть сколько по факту горячих данных у нас есть на системе если горячих данных немного то есть мы работаем с порядка 10% от всех данных которые есть в организации то очевидно большее количество будет попадать в модуль флеш кэша и производительность будет достаточно высокая то есть на таком паттерне нагрузки мы можем видеть на 24 шпинделях порядка 10-11 12 тысяч OPS когда же working set увеличивается то есть например мы берем 50% половина данных с половиной данных мы работаем если мы у нас какое-то там есть приложение очень популярное в России то working set может увеличиваться до 100% то здесь мы видим уже 4000 OPS финение то есть опять же нет никакой гарантии какая образительность будет у вас если не приведен какой-то очень грамотный детальный сайзинг к сожалению не всегда администраторы могут точно сказать что у них сейчас творится в инфраструктуре ну и на самом деле никто не может особо прогнозировать как она изменится там ближайшие какие-то полгода то есть возможно внедрите какое-то новое приложение и будет все по-другому для флеша это также зависимость существует но она не такая драматическая то есть если для гибридного исполнения мы видим разницу почти в 3 раза то для all-flash мы видим разницу в 15% что в принципе не так критично для working set 10% мы можем получить порядка 112 тысяч OPS и для working set 50% порядка 96 тысяч OPS наблюдаем и очевидный момент здесь если сравниваем производительность обоих вариантов то видим разницу от 10 раз до 24 раз то есть C190 во много раз по факту в десятки раз производительнее и стабильнее работает нежели гибридное любое гибридное решение при этом как мы помним оно еще и дешевле с точки зрения эффективного пространства то есть эта программа работает эффективное пространство на всех AllFlash хранилках начиная с C190 заканчивая с самой топовой A700 немножко сейчас вернемся про сравнение с A220 почему же вообще появилась C190 то есть C190 появилась для маленьких внедрений для маленьких инсталляций она ограничена но если вы немножко переросли этот уровень и по факту вам уже надо больше 50 терабайт эффективных эффективного пространства то вы можете посмотреть на A220 она немного дороже и она возможна как в BaseSoft так и в PremiumSoft от нее можно подключать разные дисковые полки мы можем смотреть разные типы накопителей точнее не типы а разный объем накопителей выбирать как 3.8 терабайт SSD так и невероятные 30 терабайт пока они доступны но в принципе не особо популярны конечно же до 144 накопителей на систему можем приобрести мы можем как A220 так и C190 объединять в кластера можем оставлять их как отдельно стоящие системы и наверное такое основное может быть еще отличие A220 от C190 это возможность организации на A220 решение метрокластер метрокластер по IP для организации решений когда требуется RTO нулевое и RPO нулевое для C190 у нас возможен только синхронный snap mirror то есть немножко другое решение но если для вас это также не важно то просто не обращаем на это внимания последний принципе слайд который хотел бы вам озвучить это как же IT Global может вам помочь с точки зрения какой-то предпродажной подготовки или если у вас уже есть NetApp либо если вы хотите соптимизировать свой капекс и переложить все в операционные расходы NetApp мы являемся для NetApp Gold партнером также мы сертифицированы для оказания профессиональных услуг с точки зрения внедрения и оказания суппорта то есть таких партнеров не так много в России то есть мы можем оказывать полный спектр работ по настройке обслуживания есть большой опыт эксплуатации собственных систем так как мы являемся сервис-провайдером 2008 года по факту используем NetApp в своей инфраструктуре поэтому мы можем еще и организовать NetApp as a service так называемый в рамках нашей группы компаний это аренда как пространство с NetApp например вы заезжаете на collocation со своими серверами и подключаетесь к дата-сторе которая расположена на наших NetApp либо мы предоставляем вам в аренду выделенный NetApp это возможно в Москве и Амстердаме либо вы можете организовать репликацию на наш NetApp средствами стоп-мирера тоже все это реализуемо кейсы по disaster recovery и collocation а также если у вас есть вам это интересно обращайтесь в чате появится форма обратной связи где мы можем продолжить общение если также вы можете обращаться к нашим менеджерам которые вас приглашали на этот вебинар в целом если переходим к сессии вопросов-ответов спасибо за внимание если есть вопросы то задавайте если сейчас не готовы сформулировать можете сформулировать как раз по ссылке в чате ответим вам в индивидуальном порядке большое спасибо еще раз жду надо ли отвечать на какие-то вопросы спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр